Работаем стабильно, заказами обеспечены, так говорят сами работники Ульяновского автомобильного завода. Вопрос оплаты труда отпал. Хотя ранее, напомним, в глобальной сети гуляла информация о недовольствах заводчан низкой зарплатой. Весной этот вопрос взял на личный контроль губернатор Алексей Русских во время посещения цехов отметил. Руководство завода одним из первых откликнулось на посыл власти по индексации зарплаты. Промежуточные итоги губернатор обсудил с председателем совета директоров компании «Солерс» Адилем Шириновым. Положительная динамика действительно есть. Это подтверждают ветераны производства. В 2022 году оплата труда на заводе выросла на 10%. В 2023 прибавку отметили в марте и июне. Это плюс еще 12%. Если говорить в цифрах, сейчас средняя зарплата сотрудников 54 тысячи рублей. Я начинал работать в 1998 году, и там зарплата была 500 рублей, что ли. Что-то такое. А сейчас тысячи. Ну, у нас время менялись. Нули убирали, нули прибавляли. А, два уже было, повышение. Мы ждем третий, конечно. Думаю, оно маленькой нам прибавит денежек в кармашек. Потому что цены-то растут быстрее, чем зарплата. Хотя, пускай зарплату догоняйте. Руководство пожелания услышало. Грядет еще одна индексация. Она намечена на 1 сентября текущего года. Это плюс 8% к зарплате. Все благодаря упорному и кропотливому труду заводчан. Росту заказов в первом полугодии. Тогда УАЗ выполнил дополнительный объем производства в 2000 автомобилей. И работая в июне, в июле, 9-часовыми сменами по приказу, дополнительными усилиями, сверхурочными работами, мы этот план выполнили. Помимо этого, хочу добавить, что повышение заработной платы, оно касается не какой-то ее части, премиальной или оклада, а всей заработной платы. А также повышение коснется и дочерних организаций и их сотрудников. Суммарно в цехах УАЗ, дочерних организаций и на заводе в Заволжье трудится около 8 тысяч человек. Для них прибавка к окладу, дополнительные стимулы работать, увеличивать объемы выпускаемой продукции. В грядущем году руководство планирует продолжить индексацию оплаты труда. Ее размер будет обсуждаться по итогам работы за год. Александра Никитина и Олег Тончин. Управда. ТВ.